Здравствуйте! В эфире Вести КамАЗа. В это время о самых главных событиях автогиганта в студии Людмила Трестман. И Павел Михно сегодня в выпуске. Где перспективы и в чем проблемы российского автопрома? В Челнах искали ответы на самые актуальные машиностроительные вопросы. Один спасает, второй помогает, третий наказывает за неправильную парковку. Премьера трех спецмашин состоялась в ТФК. Теперь пустыню они покоряют с помощью газа. В очередной гонке Африка Эко-Рейс впервые участвует газомоторный КамАЗ. Женский след в истории Камских самосвалов Нелли Федоровна Орлова в рубрике «Ветераны КамАЗа». Делай качественно и к тебе потянутся. О кризисе отечественного автопрома уже сказано немало. Но о том, как из него выбираться, системно, планомерно и быстро, пока мало что известно. Отдельные прогнозы и предложения решили объединить на второй международной конференции. Качество – основа конкурентоспособности современного автопрома. Как и первое такое же мероприятие, это состоялось также в IT-парке. Единственный плюс сложившейся ситуации – снижение импортоподдержанной техники. В этом большая заслуга КамАЗа, который выходит на новый уровень производства, высоко технологичного и современного. Но главный продукт «Овцегиганта» прибавил в качестве. Из-за этого на фоне общего спада продаж грузовиков, 24% по стране, Челнинский завод потерял лишь 14%. За 9 месяцев 2014 года уровень дефектности нашего автомобиля по результатам специфичного контроля снижен на 26,3%. И количество дефектов на один проверенный автомобиль на 20%. Более того, среди отечественных предприятий автопрома мы имеем самый высокий показатель по уровню удовлетворенности потребителя. К тому же продажи обычно к концу года имеют привычку подскакивать, и КамАЗу есть на что рассчитывать. Особенный интерес покупателя вызывает новый модельный ряд – регистральный тягач 5490 и 65206 с гибридным приводом. Огромное внимание уделяется газомоторной технике, но для масштабной реализации требуется соответствующая инфраструктура. Ей это, к сожалению, в России пока уделяет недостаточное внимание. Это и вовсе тормозит развитие этой отрасли машиностроения. Это связано с недостатком газонаполнительной станции, которая очень медленно создается в Российской Федерации. Поручения правительства страны катастрофически медленно выполняются на местах. Борьба с коррупцией и контрафактом приводит к увеличению бюрократии и так далее. А тут еще и санкции, внешнее давление. В общем, что делать-то вроде бы знают, только вот между словами и действием слишком много потерянного времени. В Татарстане над стратегией развития автопрома уже давно думают комплексно, не забывая о деталях. Во-первых, надо уходить от импорта. Импортозамещение приведет к росту занятости населения и, как следствие, снижению безработицы, повышению уровня жизни. И что особенно важно для таких моногородов, как Набежный Челны. А также локализация производства, его модернизация, постоянная работа над качеством продукта и подготовка высококвалифицированных кадров. Кстати, на конференции наградили работников сферы машиностроения, которые внесли вклад в повышение конкурентноспособности предприятий. Большинство – работники КАМАЗа. Безусловно, очень приятно, хоть отмечено на таком высоком уровне. Но я считаю, что это не только моя личная заслуга, это заслуга всего коллектива нашего завода. То есть проведела бы она огромная работа, она и сейчас ведется. Вообще, совершенствованию качества посвящена целая декада, в рамках которой состоится ряд мероприятий. Эстафету у набережных Челнов подхватят в Казань, где также запланированы конференции с участием представителей автопрома и власти. Егор Орлов, Леонар Мустафин, Вести КАМАЗа. Два эвакуатора на все случаи в жизни и один гидроподъемник. Специальную презентацию этих машин провели в набережных Челнах на площадке торговой финансовой компании. Вся спецтехника собрана на шасси КАМАЗ Нижегородским автозаводом «Чайка-сервис». Каждый грузовик уникален по-своему и каждый уже нашел свою рыночную нишу. Тяжелый эвакуатор нужен МЧС, гидроподъемник нефтяникам и энергетикам. Ну а автоэвакуатор – ГИБДД и муниципальным властям крупных городов. Подробнее о каждом из уникальных автомобилей Артем Смолькин. Грузы перевозят на разных машинах – европейских, американских. Но когда нужно спасать людей, тогда привлекают КАМАЗ. Директор автозавода знает, о чем говорит. В его компанию обратились представители ростовского подразделения МЧС. Снежная зима 2014 года заставила спасателей искать способ, точнее машину, которая придет на выручку в чрезвычайной погодной ситуации. Поможет и вытащить из-за носа тяжелый грузовик, и поднять его, если тот перевернулся, и эвакуировать, если он безнадежно заглох. Хорошая проходимость, мощный двигатель. Ну и груз на стреле хороший берет. То есть можно даже увезти машину вместе с полуприцепом. КАМАЗ-43-114 с гидроподъемной установкой. Спецзаказ нефтяников и энергетиков. Они, конечно же, могли позволить себе автомобили зарубежной марки. Но они работают в России. И работают, как правило, вдали от многополосных скоростных трасс. Но он неприхотлив к топливу. Его можно ремонтировать в любом месте. То есть КАМАЗ в течение продолжительного промежутка времени зарекомендовал себя как шасси, которое может помочь и не подведет. Ну а третий автомобиль – эвакуатор КАМАЗ-4308. Не только спасает, но и страх наводит. На автовладельцев, любителей нарушать правила парковки. Легковую «Ладу» достанет из четвертого ряда, внедорожник – из второго. Эти машины уже бегают по крупным городам страны, и эффективность свою в борьбе с автохамами доказали. Артем Смолькин, Михаил Матвеев, Вести КАМАЗа. Экономическая ситуация в России заставляет быть осторожными все виды бизнеса. Рынок тяжелых грузовиков продолжает падение, и для нет опущения затоваривания складов готовой продукции и с целью оптимизации всех видов ресурсов КАМАЗ объявил 26 и 27 ноября днями простое. Оплата в эти дни будет соразмерна 2-м третьим заработной платы. Также в соответствии с приказом о четырехдневной рабочей неделе 28 ноября будет нерабочим днем. Данные меры позволят сэкономить свыше 57 миллионов рублей, обеспечить выполнение социальных обязательств перед трудовым коллективом и будут способствовать сохранению финансовой устойчивости компаний в условиях снижения рынка. Вся техника на пути к старту. Команда КАМАЗ-Мастер на этой неделе отправила автомобили на ралли-рейт Африка Рейс. Гонка стартует 30 декабря в Марокко. Нашу страну на этом соревновании будут представлять два экипажа под руководством Антона Шибалова и Сергея Куприянова. Причем Сергей будет управлять грузовиком с газовым двигателем. Об этом автомобиле и пойдет речь в следующем сюжете. 30% метана, 70% дизельного топлива. Этот грузовик, оснащенный двигателем Тутаевского моторного завода, уже доказал состоятельность. Неплохо выступил на прошлом Дакаре и на этапах чемпионата России в этом году. Теперь он отправится покорять африканские пески. Во время тренировок на чемпионате России и испытаниях узнали, что это очень хороший получается двигатель экономичный, особенно в деньгах, очень прибыльный. И особенных капризов никаких нет. У него очень хорошие тяговые моменты. Во время проводов автомобилей на Дакар этот грузовик демонстрировали президенту Татарстана Рустаму Миниханову. Улучшилась динамика снизу, мотор лучше разгоняется, дымность меньше, и расход топлива пересчитывали на деньги, то есть движение по спецочасскому. Вариант один день едем на дистопливе, второй день на дистопливе плюс 30 метана. Перевести на деньги получается на 15% дешевле. По словам членов команды, какой-то особой подготовки к гонке для этого автомобиля не понадобилось. А с ними поедет лишь один специалист по газомоторным двигателям. Специально мы берем заправщик, потому что в Африке могут быть не везде возможности заправлять эту машину метаном. И чтобы все спецучастки проехать, как мы запланировали, специально будут с нами ехать автомобиль, в котором хватит этого газа на весь маршрут. Как отмечают представители «Газпрома», этот проект позволяет показать все возможности и преимущества использования природного газа как автомобильного топлива. «Газпром» «Газомоторное топливо», развивая свою инфраструктуру, КАМАЗ, производя широкую линейку техники, вместе позволит развить рынок газомоторного топлива в России. А в общем-то, газомоторное топливо всегда являлось партнером КАМАЗа. И дальнейшее сотрудничество, я думаю, будет более тесно. Тем более, вот сейчас у нас появилась еще одна точка соприкосновения. Проследить, как на грядущем ралле покажет себя газомоторный грузовик, можно будет уже скоро. «Африка Рейс» откроет новый гоночный сезон в последние дни уходящего года и финиширует 11 января. Анна Кондратова, Михаил Матвеев, Вести КАМАЗа. Трудоголики или сумасшедшие? А может, сумасшедшие трудоголики? Почти полсотни молодых людей, сотрудников КАМАЗа, собрались на работе в свой выходной. Сидят за партами, спрашивают, отвечают, что-то бурно обсуждают. Почему им не сидится дома, и что заставляет прийти на работу в субботний день? Узнаете из нашего следующего сюжета. Кто из вас будет руководить? Без разницы. Они сами решают, руководить или исполнять. В руках одни и те же инструкции с одинаковыми условиями и целью. Задача – найти решение проблемы. На все про все 25 минут. Не было еще ни одного дня, чтобы ты не опаздывал. Я бы тебя хотел спросить, почему это происходит? Есть объективные причины, которые я могу обосновать. Эти ребята пришли обучаться и развиваться. Для молодых, активных и инициативных сотрудников КАМАЗа, которых по результатам оценки силы коллектива признали звездочками, служба развития персонала организовывает тренинги выходного дня. В этот раз с темой обсуждения выбрали обратную связь. В данной встрече я узнал, как контактировать правильно с коллегами, как получать связь с ними и налаживать отношения, можно сказать. Встречи в таком формате проводятся раз в один-два месяца с 2013 года. Как отмечают организаторы, они определяют, что эта работа эффективна по заинтересованности молодых людей. Когда на семинар приходят люди, и, как правило, это бывает в районе 30-40, человек всегда радостно, потому что ты понимаешь, что это действительно звездочки. Это те, кто готов в себя вкладываться, будь это рабочий день или выходной, родиням это интересно, да, у них для этого есть желание. Если бы это было в будний день, мы, скорее всего, большинство людей не смогли бы присутствовать. Это то, что это в субботу, наоборот, хорошо, и в такой вот неформальной обстановке все более свободно, спокойно происходит. То есть нет вот такого состояния, что нужно бежать себе делать свою работу. Звездочек привлекают и для проведения мозговых штурмов и форумов. В планах организовать открытую коммуникационную площадку на портале SharePoint, где будут размещать анонсы событий. У звездочек появится возможность голосовать за то, что им интересно, а у организаторов в режиме онлайн отслеживать заинтересованность в тех или иных темах. Артем Смолькин, Михаил Матвеев, Вести КамАЗа. Эти люди строили город и завод. Мы продолжаем рассказ о первопроходцах великой стройки, чья жизнь неразрывно связана с КамАЗом. Нелли Федоровна Орлова начала работать в дирекции завода в 1971 году. Тогда еще та находилась в Москве. В 1973-м вместе с руководством переехала в набережные Челны и перешла в управление главного конструктора, ставшая впоследствии НТЦ, где и проработала 32 года. Чем запомнилось ей то время в материале Екатерины Романовой. Ты пойми, что такое КамАЗ Это сотни ревущих моторов Это сотен ветров кутерьма На широких прикамских просторах И стоит на виду всей страны Город-набережные Челны Я была ведущим конструктором по платформам самосвальные Вот все эти кузовы самосвальные, вот это все мое Вот и до Потому что мы начали в 1977 году 55-11 вообще сняли Ну, ребята очень умные были Мне всегда везло на коллег Ты поймешь, что такое КамАЗ Если станешь к обочине тракта И проедешь, товарищ, хоть раз На машине с названием вахта И далеко огни нам видны Город-набережные Челны На кольвере автомобиль стоял Вот он уже стоит Огромная толпа народу В этом корпусе, в автосборочном заводе То есть были приглашены победители соцсоревнований Там постоянно соцсоревнования были Все время кто-то побеждал От УГКСУ нас здесь было сколько? Раз, два, три, четыре человека По несколько человек Именно вот эти, которые, так сказать, занесены Мы в почетный список КамАЗа И числимся мы там навечно Вот эти самые участники сборки Ты поймешь, что такое КамАЗ Если сердце твое не дремало Если здесь побеждаешь не раз И все мало тебе, и все мало Адрес подвига, адрес весны Город-набережные Челны Приехал наш главный конструктор оттуда В общем, директор сказал, что делаем новый самосвал А от бюро ничего уже не осталось Ребята все ушли, у них уже все свои дела, свои предприятия, свои, все И мы взялись за это дело И вы знаете, мы ее сделали Адрес подвига, адрес весны Город-набережные Челны Город-набережные Челны В юбилейных мероприятиях К 45-летию с начала строительства КамАЗа Невозможно обойтись без подрастающего поколения В сентябре в подшефных подразделениям КамАЗообразовательных заведениях Был объявлен конкурс КамАЗ глазами детей До начала ноября ребята прислали более 800 рисунков 77 стихотворений и 53 сочинения Для финала было отобрано более 100 работ Жюри посовещается и совсем скоро Победители наградят дипломами и ценными призами Планшетами, фотоаппаратами, смартфонами и сертификатами в книжный магазин Нам понравилась одна из работ Девочка с ДЦП Очень трогательный плакат к 45-летию нарисовала И мы обязательно ее выделим призом зрительских симпатий Наш выпуск завершен Всем телезрителям хороших новостей И не пропустите следующую программу Вести КамАЗа 5 декабря в 19.15 На телеканале РЕН-ТВ Набережные Челны О КамАЗе подробно и честно С вами были Людмила Трестман И Павел Михно До свидания 22 ноября в 18 часов В органном зале состоится благотворительный концерт Солнце в каждом из нас Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин